18 сентября 2024 год я оформил плоскость второго высокого водохранилища оно приподнято где-то по пояс на уровне первого высокого водохранилища сегодня я их соединил вот таким высоким на высоте 2,5 метра под крышей идет вот такой пластиковый пластиковая труба на обеих концах которой закреплены грузы в данном случае арматура которая замутана скотчем так чтобы стержень не портил бочку сечение вот у меня палец входит указательный около двух сантиметров 20 наверное труба это не сгибается жесткая закреплена она на ручках от рам надежно саморезами практически она незаметна так это водохранилище у меня уже работало в этом году сейчас я поднимусь вот эти трубы соединяют бочкой между собой так сейчас я освобождаю их от воды на зиму я их поверну на бок ведра воды заберу на участок теперь я вам кухню расскажу вот это второй конец на конце металлический молоток и он будет опущен в одной из бочек можно даже вот сюда в первую вот так я и сделаю испытания в натуре пройдут после того как пройдет после бабьего лета первый дождь пока у меня делал много но бочки ту и эту я уже среди него можно конечно испытать с помощью водопровода вот у меня шланг идет от водопровода но хочется тратить деньги с божьей помощью бог накачает он находится вот там сегодня на востоке так вот по этому шлангу у меня я вам рассказывал я его вытащил он уже не используется а на следующий год у меня будут работать оба эти пластиковые трубы это будет подавать на третье высокого водохранилище которые вам сейчас покажу каком она состоянии так как бы не упасть самое лучшее трубы это такие жесткие металлопласты так я пойду вам покажу сейчас третье высокого водохранилище самая высокая водохранилище я его построил но еще не оформил вот такое покрытие так второе прошли деревянные бочки я вам показал еще деревянные бочки это высокая моя мастерская со всех крыш я собираю воду в данном случае вот с сеновала так а вот это высокое водохранилище высота его два метра так какого на состоянии вчера я позавчера сделал лестницу чтобы лазить на крышу состояние меня радует я купил на пять тысяч досок сороковки обработал все машинным маслом здесь я сделал фальш потолок навес чтобы стены которые я сделал из ДСП не мокли и с этой стороны навес со второй и с третьей стороны тоже навес так бочку привез уже но пока не ставлю потому что нужно найти бэушный линолеум и все вот эту всю плоскость застилить ну здесь по месяца много бочек здесь три с половиной метра шестью шесть тридцать шесть шесть двенадцать бочек по месяцу а чтобы они не провалились я все сделал на капитальном фундаменте на столбиках и на толстых брусках здесь будет сарай йог никогда не делал это одно дело уже провел электричество люстра висит двумя лампами полочек здесь наделаю вот из этих сюда поставлю дверь дверь а вот эта пластина закроет остаток дверь пока не нашел здесь можно ходить вот выше головы на двадцать сантиметров даже вот этот брус не мешает так что это хозяйственная постройка вы видите пока щели поэтому бочки не ставлю но в течение недели либо линолеум найду либо дождик пройдет так свет надо выключить уходя гасите свет это ваши деньги вот так так я рассказал показал вам как закреплять рестницу чтобы она не срывалась это техника безопасности здесь пазы так так тут у меня виноградник сосед сегодня начал ставить новый забор сейчас пройду покажу виноградник здесь растет первый год в этом году я его посадил на 9 мая все замерзло потом благодаря давиду алверциану я поливал и все 11 растений так вот такой забор у меня будет красивый вместо вот этого все живы некоторые даже выше меня ростом хорошо бабье лето они уже начинают темнеть потихоньку вызревать здесь я сделал шпалеры с проволокой приготовил сено чтобы на зиму все прикрыть шар радуется дела идут участком я практически не занимался строил в этом году ну и лето было жарко ничего не растет кроме тыкв которые растут у меня на компостных и навозных кучах вот посмотрите какие у меня мускатные тыквы залезли на это самое ну какие сейчас еще покажу перехожу на мускатные тыквы мне они очень нравятся вот тут начинает желтеть неподъемная посмотрите какая вот вот какая килограммов 6 ну вот и все покажу еще мастерскую вот тут у меня мастерская ящики полочки наждачный станок тисочки ну и инструменты еще не размещал нет кое-что уже болгарку и лобзик уже на месте лежат очень удобно повесил ножовку взял и сразу пилишь доску закрепленную попилил повесил на место ну так вот та же музыка есть так вот то есть и и в и Продолжение следует...